Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Хованском кладбище работают около 200 таджикистанцев. В основном могильщиками они также занимаются. Резьбой по камням нападавшие, а это свыше 100 человек были вооружены и хотели вынудить сотрудников кладбища, отдать им часть прибыли. Очевидец драки Ильхом Сайфулаев позвонил в службу доверия полиции. Тут стреляют в людей. Пожалуйста, вышлите ОМОН или кого-нибудь. Сейчас тут начнется кровопролитие. Пожалуйста. Однако сотрудники полиции приехали и встали на сторону нападавших, после чего сотрудники кладбища были вынуждены, взяв в руки лопаты, защищать себя. Представительство Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве, а также посольство Таджикистана в России незамедлительно отреагировали на сообщения и отправились на место происшествия. Однако к тому времени драка была уже прекращена. Возможной ее причиной могло стать желание нападавших занять территорию кладбища. Обслуживание клиентов, которого приносит достаточно большой доход, говорит Ибрагим Ахмадов, пресс-секретарь представительства Министерства труда в Москве. Они пришли к таджикским мигрантам и поставили им условия, при котором они впредь должны будут выплачивать часть своей ежемесячной заработной платы, которая составляет от 40 до 80 тысяч российских рублей. Таджикские мигранты отказались это делать, в результате чего 14 мая группа, вооружившись огнестрельным оружием, неожиданно напала на мигрантов. Драка такого масштаба произошла в России впервые, несмотря на то, что периодически мигранты, работающие на строящихся объектах, устраивали между собой разборки. На этот раз участники драки вооружились с одной стороны лопатами, бейсбольными битами и кусками арматуры, с другой огнестрельным оружием. 17 мая Шербинский суд Москвы приговорил 15 таджиков к лишению свободы на 15 суток, а семеро из них были депортированы на родину. Были также задержаны Юрий Чабуев, директор кладбища, Николай Машенко, экс-сотрудник московской полиции и представители преступной группы из Кавказа. Глава МВД России Владимир Калакольцев также пообещал, что зачинщики и участники массовой драки на Хованском кладбище Москвы будут наказаны вне зависимости от национальности и места проживания. На справедливое решение проблемы надеется и Гуфрон Вахобов, главный редактор издания «Таджиконе Россия» «Таджики России». Я не думаю, что это происшествие совершено на почве национализма. Зачем? Мы всегда стремимся к тому, чтобы преступлениям, совершенным нашими соотечественниками, не придавали национальную окраску. Привлечение к делу представителей МВД Таджикистана генерала Абдугафора Азизова и официальные заявления парламента и МИД Таджикистана дает надежду на справедливое расследование дела и на то, что виновников обязательно накажут. Парламент Таджикистана выразил обеспокоенность в связи со столкновениями на Хованском кладбище в Москве. Председатель законодательного собрания Шукурджон Зухуров даже отправился в Россию и обсудил произошедшее с российскими чиновниками. Те пообещали провести тщательное расследование и наказать виновных. Тем временем, тела троих граждан Таджикистана погибших во время драки на Хованском кладбище привезли в Душанбе все они жители города Рагун. Это 39-летний Инояд Резоев, 42-летний Сайнуриддин Сабиров и 26-летний Сухроб Хушаков, говорит Мехрангес Хушакова, супруга Сухроба Хушакова, у которого остались двое дочерей. Он приезжал зимой, проводил 4-5 месяцев с нами и снова уезжал весной. Приезжал ко мне и к дочерям. Президент Таджикистана Имумали Рахмон выразил соболезнования семьям и близким погибших и попросил российскую сторону справедливо рассмотреть бандитское нападение на таджикских трудовых мигрантов. Тела погибших были отправлены на родину самолетом. Груз-200 в аэропорту встречала министр труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагозуда. Такое внимание к мигрантам со стороны госчиновников в стране наблюдалось впервые. Хованские события стали главными в таджикистанских СМИ. Некоторые аналитики придали массовые драки, политический оттенок. Аналитик Фердавс низом расценивает Хованское побоище, как давление России на Таджикистан, который все еще думает о вступлении в Евразийский экономический союз. Ощущается некоторое давление со стороны России, в частности в области миграции. Это может быть одним из видов предупреждений Таджикистану, что пора стать членом Евразес. В Таджикистане провели анализ и выявили, что Евразийский экономический союз не совсем выгодное предложение. До тех пор, пока кризис в России будет продолжаться, заинтересованность Таджикистана в интеграционном процессе будет низкой. Массовая драка с использованием бит, арматур и огнестрельного оружия в Москве выявила необходимость принятия отдельного законопроекта о миграционной политике в России. Трудовые мигранты нуждаются в защите, они часто отсутствуют дома, но их усилия позволяют их семьям строить дома, отправлять детей в школу и оплачивать медицинскую помощь. И несмотря на тысячи долларов, которые мигранты посылают домой, несмотря на все принесенные ими жертвы, они зачастую последними получают помощь в случае кризиса. Репортаж подготовил Софью Бьерр Толип Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова